Здравствуйте! Тема нашего урока – повторение по разделу «Подросток в современном мире. Морфология и орфография, синтаксис и пунктуация». Сегодня на уроке вы будете высказывать свое отношение к услышанному, составите графический конспект схему или напишите сплошной текст, повторите правописание слов с орфограммами, проанализируйте постановку знаков припинания в бессоюзных сложных предложениях. Перед началом нашего урока я предлагаю вам лингвистическую разминку. Запишите ответы в столбик. Второстепенный член предложения, выраженный прилагательным. Звуки мы произносим и слышим, а их видим и пишем. Это смысловое и интонационное выделение членов предложения, в устной речи интонацией, а на письме знаками припинания. Тип односоставного предложения без подлежащего, в котором глагол обозначает состояние природы и человека. Любящий наряжаться, нарядно одетый человек. Одно из наклонений глаголов, в котором глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени соответствуют действительности. Согласные делятся на мягкие и... Этот знак не пишется в сочетаниях ЧК, ЧН. Проверьте себя, ребята. Какие же слова у вас получились? Определение, буквы, обособление, безличное, щеголь, изъявительное, твердые, мягкий знак. Если прочесть по вертикали, у вас получится слово «обобщить». Так как в течение нескольких уроков вы работали по одному разделу, сегодня ваша задача – обобщить свои знания. Запишите слова и словосочетания раздела, обозначьте орфограммы. Проверьте себя. В слове «подросток» вы написали приставку «под» в соответствии с единообразным написанием приставок. В слове «современный» суффикс «ен-он» в прилагательном, который пишется с удвоенной «н». Обратите внимание на слова «время-пре-провождение» и «время-провождение». Только в разговорном стиле вы можете употреблять слово «время-провождение» без приставки «пре». В словах «масс-медиа», «хобби», «удвоенные», «согласные». Слово «прагматизм» имеет орфограммы целых две. Безударная «непроверяемая» гласная и проверяемая безударная гласная «прагматик». Обратите внимание на написание этой буквы. Слова «толерантность», «волонтёр» и «эковолонтёрство» для запоминания. Надеюсь, вы все справились с этим заданием. Вспомните изученный в разделе лексический материал и закончите мысль, согласившись с ней или не согласившись. Ребята, запишите два-три предложения. Вопрос книжной культуры в современном мире можно считать актуальным. Важно привлечь подростков к чтению. Примерный ответ. Вопрос книжной культуры в современном мире можно считать актуальным. Важно привлечь подростков к чтению. Это увлекательное занятие расширяет кругозор, положительно сказывается на памяти. Чтение книг увеличивает словарный запас человека, способствует выработке более чёткого и ясного мышления, что позволяет формулировать и выражать свои мысли яснее. Послушайте слова итальянского поэта XIV века Франческо Петрарки о книгах. В книгах заключено особое очарование. Книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. Ребята, изучая раздел, вы познакомились с волонтёрской деятельностью. Сейчас я предлагаю, опираясь на свои знания, заполнить вам развернутую схему. Вы можете написать связный текст, используя данную схему, по началам предложений. Я предлагаю вам закончить все эти предложения. Возможный вариант выполнения задания. Я вам предлагаю сплошной текст, но вы могли заполнить и схематично. Своими знаниями о волонтёрах я могу поделиться с друзьями, близкими мне людьми, а также подписчиками в социальных сетях. Я хочу стать волонтёром, заниматься пропагандой здорового образа жизни и принимать участие в благоустройстве территории. Мне это нравится, потому что я люблю свой город и хочу сделать его красивее. Я обязательно буду использовать возможность обучения навыкам волонтёрства, умению работать в команде. Это очень полезное занятие. Знания и опыт помогут поддержать других в сложных ситуациях. Возможен такой вариант, но я думаю, ваш вариант тоже будет интересным. Обратите внимание на последнее предложение из модельного ответа к развернутой схеме. Это очень полезное занятие. Знания и опыт помогут поддержать других в сложных ситуациях. Ребята, вы догадались, почему я обращаю ваше внимание на это предложение? Рассмотрим пример данного бессоюзного сложного предложения. Это очень полезное занятие. Знания и опыт помогут поддержать других в сложных ситуациях. В предложении две предикативные части. Это занятие. Знания и опыт помогут поддержать. Они связаны по смыслу и интонации, без союзов или союзных слов. Выражены отношения причины. Возможно, синонимичная замена сложно подчинённым предложениям с предаточным причиной. Попробуйте самостоятельно сделать эту синонимичную замену. Какие ещё знаки препинания, ребята, могут быть в бессоюзном сложном предложении? Я предлагаю вам подсказку-информатор. В XVIII веке этот знак называли полуточием. Подумайте, о каком знаке идёт речь? Этот знак языковед Антон Алексеевич Барсов, ученик Михаила Васильевича Ломоносова, назвал молчанкой, а впервые его начал применять русский писатель и историк Николай Михайлович Карамзин. Я думаю, вы догадались, что речь идёт о точке с запятой и тире. Ребята, обратите внимание, в литературе есть примеры, когда даже известные писатели обходились без запятых. Например, французский писатель Марсель Пруст или американский писатель Уильям Фолкнер, создавший свой роман «Шум и ярость» без единой запятой. О важной функции знаков припинания говорил и Константин Георгиевич Паустовский, приводя в доказательство слова великого поэта. Ещё Пушкин говорил о знаках припинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки припинания – это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться. Чтобы верно поставить знак припинания в бессоюзном сложном предложении, важно определить логическую связь. Надеюсь, вы все это помните. Почувствовать верную интонацию. Я привожу вам таблицу, ребята, привлекая ваше внимание к значениям бессоюзных сложных предложений, которые вы уже знаете, вы изучили в разделе, и на знаки припинания, которые ставятся между частями бессоюзных сложных предложений. Давайте сделаем вывод. Знаки припинания помогают лучше понять общий смысл бессоюзного сложного предложения. Помогают лаконично выразить смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Знаки припинания делают речь краткой, но более точно передают значение предложений. Поэтому бессоюзные сложные предложения часто используются в разговорной речи, в пословицах, афоризмах. А сейчас я предлагаю проверить ваше знание в виде необычного диктанта. Он будет цифровым. Прослушав предложение, запишите его номер и цифру, обозначающие значение данного бессоюзного предложения. Читая значение, вам нужно только записать цифру. Итак, внимание, ребята. Делаю добро, чувствую себя хорошо. Вы ставите только цифру предложения, точнее номер предложения, и номер значения. Продолжим диктант. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Распахнули окна, запах сосен вступил на веранду. Я надеюсь, все смогли успешно выполнить цифровой диктант. Давайте проверим. Подведем итоги урока. Сегодня вы высказали свое отношение к услышанному, составили графический конспект или написали сплошной текст, повторили правописание слов с орфограммами, с которыми встретились в разделе, проанализировали постановку знаков припинания в бессоюзных сложных предложениях. Надеюсь, сегодняшний урок был для вас полезным и познавательным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин